Внизу идет шамотное ядро, и видите, проем перекрывается плитой на ребро. Видите, это очень надежно. Получается три блока вверху, три внизу, и у нас вся перекрыша сделана. Очень часто возникает вопрос, как перекрыть русскую печь. Мы разработали такую специальную перемычку арочного типа. Печники работают с кирпичом, и здесь сделано все под кирпич. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня я нахожусь в городе Петрозаводск. Поедем в компанию Ками-Центр к Сергею Ивановичу в гости, к Серегину. Я думаю, что встреча будет очень интересная, так как у Ками большой опыт печестроения, уже 26 лет на рынке. И позадаем вопросы, рассмотрим. Есть у меня уже темы, которые охота как раз больше раскрыть, и для вас, для зрителей, для печников, для специалистов донести. Ну вот мы добрались до базы Ками-Центра. Здесь видно по петроглифам, как все красиво оформлено. Пойдем встречаться. Добрались мы до вас. Так, сразу, наверное, приступим к жиропрочному бетону. Да, давай, давай. Здесь я еще, наверное, не предстояло, что Сергей Иванович, это руководитель печного центра Ками. Сейчас мы начнем с бетона, ну и, так скажем, в процессе о чем поговорим. Ну, я хотел рассказать о жиропрочном бетоне, мы его называем бетон-тысяча. Это наиболее наш ходовой продукт, которым мы пользуемся уже более 15 лет. И здесь представлены наиболее типовые изделия, которые мы широко используем. Это вот плиты на 2,5 кирпича, плита на 2 кирпича, перемычка на 2,5 кирпича, перемычка на 2 кирпича, арка для хлебопекарных печей, перемычка на 3 кирпича. И плита Т-образная, она сделана с такими поднутрениями, и ей можно перекрывать. И получается, что вот вся эта вот номенклатура позволяет намного облегчить труд печника. И мы активно этим пользуемся, и вот уже больше 15 лет его выпускаем. Ну, можно дальше пройти по номенклатуре. Ну, а вообще вот размеры стандартные, это под свои печи или под... Ну, мы делали... Да, я понял. Вопрос очень принципиальный и важный, потому что, к сожалению, очень часто производители не учитывают то, что печники работают с кирпичом. И здесь сделано все под кирпич. То есть, согласно стандартных размеров шага кирпича, то есть толщина этих всех изделий 65 мм, а дальше там 2 кирпича, 2,5 кирпича, 3 кирпича, чтобы вот эти шаги можно было удобно печеньку работать, перевязывать и работать. И, конечно, это учтено. Ну, и так как мы много лет работаем, это очень удобно, потому что не нужно тратить ничего, пилить, не подгонять, положил и кирпичом проложил, пошел дальше. Да, вот из опыта первого года, то, что мы начали делать, у печеньков боязнь есть, это же новый материал. Для вас он уже 12 лет, для нас он был новый. И многие боятся, как будет стоять, это же даже ответственность. Ну, ситуация какая, что мы, прежде чем его применять, мы долго к этому шли, значит, мы испытывали порядка 9 различных видов материала, значит, есть строительные лаборатории, которые это дело все проверяли и выбрали материал, который соответствует лучшим параметрам по качеству и по цене. Суть этого материала очень проста, это специальный вид цемента, это отсев габрадиабаза и фибра. Фибра – это стальная проволока специальной формы, высокопрочная, которая армируется по всему объему. Вот, и в связи с тем, что мы очень много его применяем, мы в нем уверены. И есть такое, такие испытания, как термический удар, и в нормативах европейских огнеупора испытывается 25 циклов. Ну, вот данный бетон, бетон 1000, он выдерживает 21-23 цикла. Температура? Температура 900 градусов, опускается в воду 20 градусов. Ну, для того, чтобы вы понимали, Витебский кирпич выдерживает от 3 до 5 циклов, огнеупор Боровичского комбината огнеупоров выдерживает от 14-18 циклов. То есть, это работа лучше, чем огнеупорный кирпич. Ну, здесь два вида представлено основных изделий. Это футыровочные блоки. Ну, вы сами прекрасно знаете, что когда идут первые каналы, у них температура очень высокая. То есть, то, что уходит дымовая газа после хайла. И мы разработали специальные футыровочные блоки жиропрочного бетона толщиной 30 мм. И они, можно их футыровать пятерик, шестерик, можно по диагонали. То есть, и мы их очень часто применяем, и сразу надежность печи резко повышается. То есть, нет вот этого выхода высокой температуры красный кирпич, вот этот бетон берет весь удар на себя, и печи стоят намного лучше. Дальше мы разработали трубные блоки. Ну, согласно наших нормативных документов, толщина трубных блоков из жиропрочного бетона должна быть не менее 60 мм. Мы остановились на минимальном, сделали 60 мм, и сделали вот этот блок двойной, это два четверика по сечению, это шестерик. А здесь мы сделали тройной блок, и сейчас его широко начинаем внедрять и применять, это разработка прошлого года. В него можно подключать вентиляцию печи и так далее, но сейчас мы его еще используем как щиток с дымооборотами. И у нас их запустил, да, и здесь можно, да, и он нагревается, и особенно это хорошо, когда ставятся металлические печи, банные, да, печи. Можно 5 копеек ставлю, вот с Владимиром Николаевичем, два дня, вот я пока в Москве был, он как раз эту тему, у него больной вопрос, что мы выбрасываем с банных печей температуру на улицу. И вот, чтобы и обезопасить проход, ну, перекрытие, и чтобы не топить улицу, как раз вот он все предлагает сделать кирпичные щитки каждой печки. А если вот такой, то он, это же быстро собирается. Это сразу решение, да. Да, это прям одно из решений, единственное, что вот по химии не будет при нагреве ничего нечего. Мы реально уже эти щитки монтируем, и у нас здесь даже в цеху смонтирован, мы покажем. Ну, и здесь еще второй вопрос, он всегда вопрос пожарной безопасности стоит. А когда мы запускаем дымщиток, то там все искры гасятся. И несмотря на то, что печь топится долго и время, никаких иск с трубы уже не летит, потому что идет по дымооборотам. Это еще один из плюсов этого щитка. Как бы он нагревается, аккумулирует тепло, мало того, он выступает как искрогаситель еще. И в общем-то никаких, мы делаем, здесь дальше можно, если это техническое помещение, так и оставить, мы так и оставили. А если это помещение, которое, ну, жилое, например, то можно покрасить, можно облицевать плиткой, можно облицевать взрослом, можно заштукатурить. Вот по стоимости материалов, допустим, если взять кирпич на такой же объем и блоки выиграют? Ну, ситуация какая, что, в принципе, примерно на, вот у нас он получается примерно на 10-20% дороже огнеупора. С ним намного, ну, если взять по объему, понятно, да? Вот, но с ними намного удобнее работать, быстро очень, да. Работа будет мешаем ли, скорее всего, и оно, наверное, балансирует вполне, да. Ну, и мы широко применяем это в наших проектах. И, как бы, ну, вот недавно мы какой-то проект просчитали, у нас применено в отопительный камин, у нас ушло 40 с лишним элементов различных из бетона. То есть, и это, соответственно, не нужно ни арки делать, то есть, очень удобно с нашей точки зрения с ним работать. Да, вот я все говорю про бережливое производство, оно как раз в этом и будет проявляться, когда правильный элемент сокращает работу в разы и увеличивает качество, надежность. Надежность увеличивается, печи, конечно. Ну, и здесь вот мы сделали примеры, прямо собрали это на раствор, это как труба может выглядеть. Значит, это труба вот из двух четверяков. Мы попытались сначала сделать четверик отдельно одной трубой, но получается очень маленькое сечение, неустойчиво. И поэтому сделали двойной блок. Ну да, то есть, площадь больше, а вот этот достаточно. Да, по сечению это пятерик. Ну, и мы сами изготавливаем для них свою фурнитуру, потому что сечение нестандартное, это не кирпич. Но мы комплектуем этим делом, и, в общем-то, никаких вопросов нет. Такие блоки мы применили впервые позапрошлом году. Мы оказывали благотворительную помощь собачьему приюту, и там строили здание, там ставили печи, и как раз вот эти трубные блоки мы там применили, использовали. Работают нормально, никаких вопросов нет. Это мы разработали футуровочные блоки, но пока у нас руки до активного внедрения не дошли, это мы футуруем топки, и туда вставляем вот такой, из шамота обычно, вот оно видно, чтобы зафиксировать блок относительно друг друга, вот, такой стержень из огнеупора. И, в общем-то, они хорошо работают, но пока мы, не хватает нам времени запустить это активно в работу эти, то мы уже, как бы, достаточно активно работаем. Ну и вот здесь у нас есть... Это уже вживую где применяется? Да, пример. Вот у нас внизу идёт шамотное ядро, и видите, проём перекрывается плитой на ребро. Видите, это очень надёжно. Дальше идёт один ряд блоков, которые перекрывают шамотное ядро. Здесь остаётся воздушный зазор, который закрывается мягким пароком. И когда шамотное ядро увеличивается в размерах, крышу не срывает, а это уже перекрывается кладкой из керамического кирпича. И получается три блока вверху, три внизу, и у нас вся перекрыша сделана. Здесь уже там половинками, да, закреплены? Здесь уже внешне сделаются, ну, понятно, фактически не видно, что там бетон применён. Сколько максимум элементов? Ну, шесть элементов, вот в данном случае внизу три плиты, и вверху три плиты. Ну, то есть в три, в два ряда, грубо, смогли перекрыть блоки. Ну, здесь фактически перекрыши идёт в два ряда, третий ряд тут сделан специально для того, чтобы вот этот зазор оставить. Трубу, допустим, как сделать так, чтобы она не давила на середину? А мы здесь сделаем такое старое стандартное решение. Мы вводим уголки, они опираются на внешние стенки, таким образом, чтобы они не опирались на бетон, то есть наряд выше. И трубу ставим на эти уголки, и нагрузка от трубы переходит на внешний контур. Вот, и, в общем-то, никаких проблем не возникает. Если этого не сделать, конечно, вы представьте, там, от тонны до двух тонн может давить. У меня вот важно было услышать именно термотеремпературу, потому что вопросы задают ребята, и, ну, говорю, вот эти сомнения. Ну, да. Кому нужен риск, если это всё уже годами отработано, и тем более это ещё лучше шамота, то есть тут вообще задумываться не надо. Ну, да, уже делаешь, то есть и спокоен, и ускоряешь работу. Ну, здесь вот ещё один пример. Очень часто возникает вопрос, как перекрыть русскую печь. Мы разработали такую специальную перемычку арочного типа, и опять же сделали два уступа по 65 миллиметров, чтобы опять можно было удобно её вкладке. Вот. Ну, здесь по-разному. Многие как бы перестраховываются, ложат сюда на авантекс или керамическое волокно. Но здесь прокладывают керамическое волокно, но, как показывает наш опыт, мы как ложили на раствор, так и выкладывая. А ещё вопрос. С кирпичом расширение материала бетона? Очень близко, и фактически не трещит. Ну, люди, правильно вы говорите, что перестраховываются, и многие выкладывают его из торцов, обкладывают вот этим авантексом, что вот, а вдруг он другого коэффициента. Мы этого не делаем. Здесь показана наша разработка, что эти элементы из жиропрочного бетона мы можем делать под заказ. Это вот два элемента я сохранил с одного заказа. Был мощный производственный котёл, вот, и было два канала там. И вот это перекрытие этого канала, а это формирует верхний канал. То есть, как бы, для дымоотвода от котла было, котёл топился на древесном топливе, на щепе. И поэтому сделали, был такой вот, сделан экономайзер, и мы применили по заявке уже, изготовитель котла, вот такие элементы. А это уже промышленное? Да, это уже промышленное решение. Здесь вот показано ещё одно решение, мы называем это перемычку Г-образной, когда нужно перекрыть лицевую часть, сохранив внешний вид в кирпиче, вот он виден. То есть, кирпич вырезается Г-образно. А полочка полотна, она здесь совсем короткая. Да, вот на эту полочку он опирается, и внешне ты смотришь, что полностью кирпичи, а на самом деле там стоит вот такая перемычка. И это удобно, потому что можно спокойно перекрывать большие проёмы, ничего не мудря. Вот, ну, люди привыкли ставить уголок, ещё что-то, вот. Ну, здесь уже как бы на усмотрение. Мы это решение применяем, может, не так часто, потому что у нас есть ещё второй вид перемычек, когда мы делаем перемычки сборные из кирпича, чтобы сразу выкладывать. Ну, и это тоже иногда находит, как бы, такое вот решение. Вот это всё бетон 1000. А бетон 1250, он дороже в 4-5 раз. И вот из него разработали единственное типовое изделие, которое мы делаем. Это колосники под каменную закладку. То есть, фильтрующие, получается, да? Да, это фильтрующие. Сюда можно чугун, камень выкладывать, понятно. И на прямой огонь. Они рассчитаны на очень долговременные нагрузки. И для того, чтобы как-то это дело испытать, мы две печи здесь переоборудовали. Маленькие колосники выделили из этого материала. И мы можем сегодня увидеть, как этот материал работает. Они работают на год, вторая, восемь месяцев. Они как новые стоят. То есть, это лучше ещё и чугуна, получается, решение. Да, потому что он ничего не выделяет. И наполнительный, там фаянс. И он фактически, ну, это вот понятно, как керамика. Керамика, да. Есть ещё один элемент, который мы применяем, но достаточно редко. Это так называемый зуб. Вот. Мы его ставим прямо в топливник. Вот он такой. Вот этот уже поработал. Да, этот уже поработал. Это после разборки. И, в общем-то, когда есть необходимость, мы его применяем. Но вообще, за время использования были случаи, что трескалось? То есть, он какая-то обратная связь. Да. Такой случай был. И нам пришлось чуть не до суда дойти. Это когда на плитер нагрузили трубу, как раз. Ну, мы говорим всегда, ребята, что должен всё делать специалист. А если вы пришли и сами всё знаете, ну, знайте, так знаете. Вы сами и отвечайте, да. Поэтому, как бы... А так, в общем-то, фактически у нас этот бетон работает безо всяких этих каких-то эксцессов. В прошлом году, как бы, по его использованию поставили, ну, некий рекорд для себя. Выпустили за год больше 15 тысяч изделий. Прошлый год у нас был наиболее такой активный, потому что у нас пошло новое оборудование. Мы его запустили, и раньше мы не, как бы, не старались его внедрить, потому что делали почти в рукопашную, как бы, много ручного прута. А сейчас у нас стоит пресс. Ну, мы посмотрим. И там, конечно, скорость возросла. И этот материал грех, как говорят, не использовать дальше. Находимся в святыне святых изготовления этих плитов. Ну, да. Здесь вот два года назад мы, понимая, что не успеваем за спросом, мы закупили новое оборудование. Там мешалка бронированная, специально рассчитана на большие объемы бетона и вибропресс. И матрицы формы. Сейчас уже у нас порядка 15 различных форм матриц. И мы стараемся, как бы, выпускать такими большими периодами. То есть, одну форму поставили, чтобы, там, неделю, да, неделю, две, три, может, типовые изделия наштамповали. Сегодня уже выпустили часть продукции. Вы видите, вот она готова. Значит, здесь она в таком виде будет до следующего дня находиться. И до следующего дня она набирает порядка 40% прочности. Ну, вот это у нас отсев габрадиобаза. Это камень, который широко применяется для строительства. Очень прочный щебень. Один из лучших в мире щебней. И он выпускается для... Очень широко применяться для дорожного строительства. Печи его еще тоже, да? Да, в банной печи его применяют. Это отсев. То есть, что такое отсев? Это фракция, которая осталась после дробления этого камня, когда на щебень его дробят. Ее фракция от нуля до пяти миллиметров. Сюда мы в определенном количестве добавляем щебень. Щебень добавляем фракции от пяти до десяти миллиметров. Вот это фракция 5-10. Вот. И добавляем сюда вот такие иглы. Вот они. Это фибра, получается? Это фибра стальная, да. Видите, она специальную форму имеет. Вот. И она добавляется в массу при замешивании бетона в определенном количестве. То есть, из-за этого мы получаем, что она, наверное, как-то нарастает, на разлом. Да, она транспортная прочность резко возрастает. И, в общем-то, прочность и такая возрастает. И поэтому вот это три основных компонента. Дальше идут небольшие пластифицирующие добавки. Вот. Вода. И, в общем-то, ничего мудреного нет. Цемент жиропрочный. А, цемент жиропрочный, да. Ну, цемент, как бы, в определенном соотношении добавляется. И, в общем-то, все это смешивается. И, как бы, ну, так как мы этим занимаемся достаточно давно, никаких проблем особых нет. В общем-то, пропорционная выведена, да. Она отслеживается. И мы все время мониторим, сколько чего истрачено, чтобы понимать, и, как бы, материалы все списываются. Разжигаем дровами. И дальше уголь. И вот сейчас он очистил, да, колосник бетонный. Вот он год работает. Причем дрова, уголь, и каждый день топится. А высота большая у него? Да, у него высота миллиметров 30-35 где-то высота. Вот, и вот, как он горит уголью, уголь в месторождении Хакасия. И, в общем-то, он сжигается без шлака и остается только зола. И, в общем-то, удобно этим работать. Мы стараемся брать крупные куски, специальную фракцию, там 50-100. И, в общем-то, вся база в основном отапливается. Дровами растапливаются, а углем заканчиваются.